Славянск-на-Кубани считается одним из городов спортивной значимости Краснодарского края. Не случайно многие соревнования регионального и всероссийского масштаба проводятся именно здесь. На этот раз нашему городу вновь выпала честь принимать всероссийские легкоатлетические соревнования Кубок губернатора Краснодарского края. Вспышки фотокамер, смех, счастливые лица ребят. Причиной тому стал приезд в Славянск-на-Кубани чемпиона мира в барьерном беге Сергея Шубенкова. Со звездой лёгкой атлетики познакомиться мечтал каждый славянский воспитанник отделения лёгкой атлетики. Я ждала этого момента, чтобы встретиться с Сергеем Шубенковым, чтобы он подпадал мне свой автограф, сфотографироваться с ним. Занимаю третий год и постоянно Сергея Шубенкова вижу, и ощущение приятный очень, приятный человек. Сергей Шубенков приехал в Славянск-на-Кубани поделиться своим опытом с юными спортсменами, провести для них мастер-класс. И пусть сразу после мастер-класса чемпионами мира ребята не станут, делится своим мнением именитый спортсмен, вероятно, что кто-то выберет эту дисциплину в качестве основной и добьётся небывалых высот. Сергей Шубенков признался, что был приятно удивлён тем, какие условия для занятия лёгкой атлетикой созданы в нашем районе. «Такие сооружения, как этот манеж, в частности, должны быть везде, в каждом городе». 22 января в Центре спортивной подготовки «Олимпийц» собрались ведущие легкоатлеты страны, победители и призёры всероссийских и международных турниров, чтобы выявить сильнейших на традиционном открытом Кубке губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике. Уже во второй раз площадкой проведения соревнований стал спортивный объект высочайшего класса – легкоатлетический манеж «Олимпийц». «Вот уже два года у нас проходят спортивные праздники такого уровня. Это прежде всего воспитание наших детей, которые здесь присутствуют, видят, приходят в спорт, достигают определённых результатов». На этот раз турнир приурочили к важной дате. В этом году исполняется 105 лет с того момента, когда в нашем крае впервые начались легкоатлетические тренировки. Сегодня Краснодарский край традиционно является одним из лидеров российского спорта и настоящей кузницей чемпионов, отметила министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова. Такие соревнования дают возможность привлечь детей к занятиям спорта, ну а взрослым спортсменам совершенствовать своё мастерство на крупной международной арене. На кубок губернатора края приехали более 150 спортсменов из 15 регионов страны. Это ведущие легкоатлеты Москвы, Подмосковья, Республики Крыма, Ростовской и Пермской областей, Ставрополя и других субъектов Российской Федерации. Они состязались в прыжках с шестом, прыжках в длину, беге на 60 метров и беге с барьерами на такую же дистанцию. Хорошие результаты спортсмены Краснодарского края показали в прыжках в длину. Мужская половина сборной края взяла два призовых места – золото и серебро. Среди женщин второе место в этой дисциплине взяла кубанская спортсменка. Славянские легкоатлеты на соревнованиях за честь Краснодарского края боролись в дисциплине прыжки с шестом. Чемпион мира – серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Лукьяненко. На соревнованиях ожидал от себя большего результата, чем удалось получить. Он на третьем месте. Результат – 5.30. Но это не сильно расстроило спортсмена. Важнее те эмоции, которые испытываешь на соревнованиях. У нас всегда здесь приятно прыгать. Публика, всё, поддержка. Отличный старт. По итогам турнира на счету представителей нашего края 12 наград. Пять из них – высшие пробы. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».